Сегодня мы начинаем серию выпусков из Турции. Мы окунемся в современный Стамбул, которого так много, что он расположился на двух континентах сразу. Сделаем запрещенные кадры основных всемирно-культурно-исторических объектов. Снимать не разрешают, но мы стараемся как можем. Пройдем все гастрономические испытания. Вкусно! Выделим лучшие локации для посещения, расскажем о некоторых интересных фактах. И поскольку сейчас очень много людей приезжает в эту страну, я попробую поделиться с вами полезной информацией, рассказать про языковой барьер и множество других интересных моментов. Первое, что нужно знать о Стамбуле, что это огромный мегаполе, где проживает свыше 15 миллионов человек. Поскольку людей здесь очень много, соответственно, и движения здесь просто сумасшедшие. Но почему-то в метро, если сравнивать с той же Москвой, здесь не так много людей. Это еще при том, что метрополитен в Стамбуле считается одним из самых старых в мире. Осторожно, двери закрываются. Хотя, по большому счету, развитие стамбульского метро не было столь стремительным. А первой была линия фуникулера. Это такая канатная дорога под землей, необходимая для поднятия или спуска с холмов, на которых стоит Стамбул. Нужно сразу учесть, что этот город просто огромен. И вам нужна будет вот такая штука. Истамбул-карта. Давайте быстро покажем, как ее сделать. Запоминайте эти кнопки. На выходе из метро есть такие аппараты, где можно вернуть часть своих денег. Вот сюда нажимаешь и возвращаешь 5 лир. Не знаю почему, но в метро стоят какие-то люди, которые запрещают постоянно съемку. Из-за этого мы не смогли нормально сделать кадры, которые хотели. Карту, собственно, можно использовать также в трамвае, в автобусах, метробусах и даже в пароме. Это очень популярные виды транспорта. Да еще и суперсовременные. Дороги всегда очень сильно загружены. Поэтому, чтобы перейти дорогу... Опа! Перейти дорогу, это все равно, что пройти какой-то квест. Пситофорами здесь пользуются пешеходы не особо усердно. Поэтому переходят дорогу как попало. Друзья, я уже несколько недель в Турции. И находясь здесь, ты начинаешь сталкиваться с рядом проблем. И одна из самых значимых больших проблем – это незнание языка. Очень сложно понять, как мыслят люди, как они думают, если ты не говоришь на их языке. К сожалению, некоторые нехорошие люди пробуют пользоваться этим моментом и пытаются заработать на тебе. Чаще всего это таксисты, продавцы и даже некоторые госуслуги для вас обойдутся дороже, если вы не говорите на турецком языке. И эту проблему можно решить только лишь одним способом – научившись говорить на турецком языке. Если вы только приехали или планируете приехать, я хочу вам посоветовать школу онлайн обучения турецкого языка London City. Эти ребята помогут вам научиться говорить на турецком языке. Я лично знаю основателя этой школы, которая имеет два высших образования за рубежом и огромный опыт в сфере преподавания. Помимо турецкого языка в London City вы можете выучить немецкий и английский. Я оставлю контакты этих ребят в описании к этому выпуску. Если вы скажете, что от меня, то они сделают вам скидку в 10%. Обязательно переходите, а мы возвращаемся к выпуску. Стамбул когда-то имел большую трамвайную сеть как на азиатской, так и на европейской стороне. Первые линии Конки начали ездить еще в 1871 году. После 60-х трамвайные сообщения в Стамбуле полностью заменили другие виды транспорта. Турки умеют делать свою страну привлекательной для туристов, поэтому они решили восстановить и запустить две линии со знаменитым красным вагончиком. Самая популярная линия находится на улице Истекляль. Но мало кто из туристов знает, что есть вторая линия исторического ностальжи трамвая, которая располагается на азиатской стороне. Опа! Красный вагончик воссоздан по образцу 1915 года. Здесь все как в старые времена. Деревянные окна и сидения, раздвижные двери и даже у водителя нет кресла. Единственный современный элемент это валидатор для оплаты проезда транспортной карты. Но это не единственное историческое транспортное сообщение. В самом центре Стамбула находится вокзал Сирки-Джи. Именно здесь располагалась конечная остановка знаменитого поезда класса люкс Восточный экспресс, который курсировал между Парижем и Стамбулом с 1883 года по 1977 года. Пассажирами этого поезда были такие известные люди, как Эрнест Хемингуэй, Николай II и многие-многие другие. Здесь сохранилась очень хорошая атмосфера того времени. И есть такой ресторан, который был построен, как мы видим, в 1890 году. И еще нужно сказать, что напротив этой станции находится знаменитый отель, в котором писался тот самый роман Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». И даже сегодня можно снять номер оттуда за баснословные «большие деньги». На этой станции Сирки-Джи мы нашли вот такие интересные аппараты. Давайте посмотрим, что это. Понятия не имею. Что нужно сделать? По-моему, нужно сюда вставить. Я думал, что это весы на самом деле. Это массажный аппарат. Это, наверное, на тот случай, когда ты очень сильно устал ожидать свой поезд. И ты заходишь на вот такой аппарат. К сожалению, всех людей, которые жили тогда, таких аппаратов не было. Буквально в 15 минутах ходьбы отсюда расположился дворец Топ-Капе. Возведен на месте более древнего дворца византийских правителей после взятия Константинополя в 1479 году. Оказалось, что съемка во дворце запрещена, поэтому пришлось зайти во дворец на другой день, но уже с телефоном. А сейчас мы перемещаемся в 15 век. Просто вдумайтесь в это. Когда-то здесь ходили люди в доспехах, отрубались с плеч головы и находились в гареме. Первым из которых был гарем Султана Сулеймана. Это целый дворцовый комплекс площадью в 700 тысяч квадратных метров. Больше Ватикана по площади в два раза. Состоит из четырех отдельных дворов, протянувшихся на несколько километров. Дворец изначально использовался для рабочих задач. К примеру, в этих двух восьмигольных башнях содержались заключенные, приговоренные к смертной казни. В свободное время от отрубания голов палачи занимались садоводством. И перед этим мыли руки вот в этом фонтане палача. Большинство этих событий помнит деревья долгожителей Платаны. Кстати, здесь же во дворе расположился памятник константинопольской архитектуры 4 века, собор Святой Ирины. После завоевания Константинополя Махмедом II, собор Святой Ирины не переделывался. В отличие от того же собора Святой Софии, который тоже располагается совсем рядом. Четвертый век. Интересно, сколько людей видели эти стены. Стены просто... Атмосфера просто нереальная. После завоевания османами Айя София была перестроена под нурды мечети. И так образовались вот эти минареты, которые находятся за моей спиной. Но в основном собор представлял из себя музей, чем действующий храм. Однако в 20-м году Айя София снова вернула себе статус мечети. Здесь расположились также оружейный музей и музей святых реликвий и мусульман. Гарем, который по просьбе храм, был перемещен сюда во время правления султана Сулеймана. Просто представьте себе, 400 лет здесь была обитель 25 османских султанов. Так продолжалось до тех пор, пока Абдул-Мижид I не стал жить в новом дворце, Далмабахче. В последствии это здание стало резиденцией всех правителей Турции. В 20-м веке здесь жил, работал и умер тот самый Мустафа Кемаль Ататюрк, который сначала упразднил султанат, а потом и халифат. Дворец сделан в стиле рока и барокко. Каждый сантиметр этого здания просто архитектурный шедевр. Но еще бы, в отделке мастера использовали свыше 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Снимать не разрешают, но мы стараемся как можем, улыбаемся и большим. Стены расписывали известные художники того времени со всего мира. На стенах развешаны картины лучших художников, одним из которых является Айвазовский. Не буду упоминать, что его лично приглашал султан Миджид I, но в общей сложности им было нарисовано в Турции около 30 картин. И картина знаменитой мечети Ортакёй, которая была продана в 2012 году на аукционе за 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Ортакёй находится практически у подножия знаменитого Босфорского моста, который был первым мостом, соединившим европейскую и азиатскую части Стамбула. Масштабы моста действительно поражают. Долгое время он был одним из самых протяженных мостов в мире. Кстати, на мосту возможно только автомобильное движение. Пешеходные тротуары были закрыты, поскольку люди, несколько человек, даже были такие случаи суицида, скидывались с этого моста, и поэтому тротуарного дорожек нет. На этом, думаю, хватит страшной истории про мосты. А теперь о самом прекрасном, что есть в Стамбуле. Мечети. Их количество здесь свыше трёх тысяч, и поскольку нельзя чисто физически о них рассказать, я выделил свои топ-4 для посещения. И наш список открывает мечеть Сулеймани, которая сооружена в 16 веке по приказу Сулеймана Великолепного. Тот самый, которого вы знаете по сериалу «Великолепный век». Со двора мечети открывается невероятный вид на город. И здесь же, во дворе мечети, находится мавзолей султана Сулеймана, хырем и других приближенных людей правителя. В тройку я решил включить мечеть Чомлы-Джа. Грандиозная мечеть, открытая в 19-м году. Это целый архитектурный комплекс, признанный самым крупным в мире. Непосредственно участие в возведении мечети принадлежит президенту Раджепу Эрдогану. Иногда местные её так и называют – мечеть Эрдогана. Она поражает своими масштабами и величием. Хотя и не имеет большую историю, но её размеры точно не оставят вас равнодушными. Азиатская сторона города к посещению рекомендуется. Султан Ахмед. Вторая по списку и первая по значимости. Мечеть, которую я постоянно путал из-за его второго названия. Ещё её называют Голубая мечеть. Строительство мечети длилось 7 лет и было завершено в начале 17-го века. Название Голубая мечеть она получила благодаря огромному количеству белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Мечеть находится в самом центре Стамбула, где расположены все основные туристические локации этого города. Здесь же буквально в пешей доступности находится и наш топ-1 – Айя-София. Это та самая мечеть, о которой два года назад говорилось почти во всех новостных каналах мира. Тардаган совершенно внезапно объявила конвертации Айя-Софии в мечеть. Айя-София – памятник византийского зодчества, построенный в VI веке, заставший несколько эпох и сотни правителей, который сначала был храмом, вследствие захвата Константинополя османами был обращён в мечеть, выполнял роль музея в XX веке и в 2020 году снова вернул себе статус мечети. Стамбул – это атмосфера восточной культуры с шепоткой современности, дом всех наглых таксистов и место, где огромное количество разнообразной турецкой еды, которая кому-то может нравиться, а кому-то нет. А кто-то – это я. Это не для меня. Нет. В Стамбуле целая куча атмосферных улочек и заведений, и начнём мы с кафе, которое стоит отдельного внимания и находится в Кадыкёе на азиатской стороне. Давайте зайдём туда и посмотрим. Его название тоже отличается своей символичностью. Здесь множество памяток в виде стикеров, магнитиков, оставленные странниками с разных континентов, их послания, наставления и некоторые правды жизни. Кстати, хочу вам представить моего друга Аюба, который сегодня будет мне помогать седой, потому что кушать мы планируем очень много, и его помощь будет крайне необходима. Давайте пока посмотрим, что у нас в меню. Здесь даже очень необычное меню. Вот такие книжки нам подали. Здесь QR-код. Наводишь телефон и смотришь, что, сколько стоит. Первым нашим блюдом будет этот чисто турецкий классический завтрак. Вот так он выглядит. Такой завтрак нам обойдётся 87 лир или 300 рублей. Вполне себе неплохо. На самом деле, это лучший завтрак, который у меня был за всю свою жизнь. Хотя я ем его в час дня, но тем не менее. Очень вкусно. Особенно понравился вот этот сыр. Сочетание всего этого идеальное. Что ты скажешь, Аюба? Аюба. Самый опрятный человек в данном заведении. Кстати, мне очень нравится, как люди, простой народ, реагируют на камеру. Они все улыбаются, тебе машут, показывают тебе лайки. Но метро почему-то снимать не разрешает. Самое плохое, с чем мы здесь сталкивались. Ещё не разрешали снимать в достопримечательностях, таких как Топ Капы, Дану Бахче. Но тем не менее, мы умудрились снять и сделали это. Но всё-таки эпицентр и многообразие турецкой еды располагается на европейской части, куда можно добраться на пароме всего за 8 лир. Для сравнения, купить тур по воде вам обойдётся в 60 лир. Здесь, рядом с Галатским мостом, пройдя пару сотен метров вдоль берега, расположилось кафе знаменитого Супер Марио. Известность он получил больше не из-за того, что первым придумал шаурму с рыбой, а за счёт своей эпатажной внешности. Как мы видим, со временем и популярностью заведение развернулось, и если раньше здесь просто стоял стол для приготовления еды, то теперь это полноценный уличный ресторан с ноткой эстетики итальянского застолья. Принесли нам шаурму со знаменитой рыбой балык, насколько я знаю. Сейчас посмотрим. Хотя выглядит это очень вкусно. Он подошёл, сказал, что приготовил очень вкусную версию этой шаурмы для нас. Смедаль. Вот так. Крайне необычная шаурма. Внутри рыбы никогда такого не ел. Нельзя сказать, что я стал бы фанатом этого блюда, но очень интересно, стоит попробовать. Одним словом или выражением лица Аюба, шаурма не для всех. Но прелесть этой трапезы была в следующем. Я сейчас подходил расплатиться, и этот мужчина не взял с меня денег. Сказал за счёт заведения, я хочу пожать ему руку и поблагодарить. Кстати, нашему оператору Амаду шаурма понравилась. Субтитры сделал, как и садился, что я сижу. Амад, как и садился. Как сказать, что я оставлю хорошие ауты. Где Марио? Марио сейчас в поле. Он не растет. Он приходит в саду. Он делает специальную штуку. Потом он будет в поле. Спасибо большое. Саламу алейкум. Вот так нужно торговаться еще. Чуть-чуть с камерой. Если чуть-чуть с камерой, то нужно дадуть стиль делать. Вот так вот. Обязательно отмечу твое заведение. Как раз недалеко от Супер Марио. Как тебя тут? Формант. Оператор держи. Оператор второй. Надо попробовать. Давай, ты тоже. Очень вкусно. Мне нравится. Итак, сейчас Муаммад будет пробовать каштаны и кукурузу. И кукурузу. Спасибо, что заменил. Я возвращаюсь без проблем. Одно из самых популярных уличных, так скажем, блюд, если это можно сказать. Это кукуруза и каштан. Я никогда не пробовал. Десять лет назад был в Турции. И пришло время посмотреть, насколько это вкусно. 100 каштан. 100 каштан. 100 каштан. 100 каштан. 100 кукуруз. Это кукуруза. Её кукуруза. Её кукуруза. Её кукуруза. Опять мой английский. Её кукуруза. Её кукуруза. Доверьте. Мога да. Попробую. Штуки десять, наверное, здесь. Если не больше. Штуки десять. Так выглядит. Ммм. Я думаю тебе понравится. Очень. Каштан похож на кукурузу. Чем-то. Но немного суховат. Попробую вот эту. Кукуруза реально очень вкусная. Напоминает вкус детства. Сейчас мне попалась одна испорченная. Каштан. А ну чтоб ты не думал. Чтоб оператор не думал о кукурузе. Заберём её. Да, точно. Он смотрит на неё. В общем, испорченная была одна. Я хотел выбросить. Отдал этому продавцу. Он мне замену дал. Новый, свежий. Каштан. Ой. Сокусим кукурузу. Походу они смешались там, да. Они не смешались. Мне тоже реально кажется, что вкус похож на вкус кукурузы, но сухой кукуруза. Ну, второй раз я бы, наверное, каштан не взял. Лучше взять кукурузу. Каштан на любителя. Немного суховат. В общем, я испанцу объяснил дорогу до Гранд Базара. Гранд Базар, наверное, многие слышали, это один из самых больших базаров в Европе, здесь не самый большой. Которого показывать не будем, потому что мы планируем снять еще один выпуск про Стамбул. И там уже покажем некоторые другие моменты, которые останутся за этим выпуском. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, потому что это для меня важно. и... По колокольчику. Да. И, и да. Короче, вот так. Айв, куда идем? Идем искать одного владельца закусочной, который на все равно езжает, когда у него еду покупается. По-моему, мы нашли Али Усту. К нему мы сейчас и направляемся. Это известный популя... Один известнейших людей, который готовит очень необычно шаурму, но турецкую. Это странно видеть людей. Сначала в YouTube, потом ты ее видишь вживую. Наверное, так тоже о тебе подумают, когда тебя увидишь вживую звезда Генеша. Оказывается, вон те люди, они стоят в очереди. Мы пойдем. Давай! 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 Иди сюда! Я, если честно, ожидал немного большего, хотел драки с этим чуваком, не дождались очень странно выглядит это очень остро но вкус необычно если честно обычный лаваш да не говори ты никогда не ел такого это можно это обычно обычный но начинка совсем необычная вот так это выглядит не когда в своей жизни во второй раз я к этому чуваку не пришел бы и наверное я уверен в этом что точно также эти люди которые там стоят тоже не подойдут посмотрите тут просто листья салата это чё капуста китайская и вот этот спайси и по острое что-то чем-то смешанное а теперь прикинь насколько у него много новых клиентов то есть каждый человек который который пришел к нему это его новый клиент нет людей кто возвращается туда снова следующее блюдо которое мы будем пробовать этот тавук то есть традиционная курица маленьких размеров по моему это перепелки вот она здесь сейчас мы попробуем так все снимаешь принесли нам нашу курицу сейчас мы попробуем если честно немного даже некомфортно есть такую мелкую курицу я вначале вообще думал что это голубь она как ее можно ладно мы жестокие поэтому попробуем бисмеля вкусно по моему это самое лучшее что мы сегодня пробовали реально за 110 лет вы можете попробовать вот такие две курицы ну а дальше мы наверное направимся пробовать морепродукты потому что на галузском мосту нам не удалось очень большие очереди и людей было много нам не подходили официанты сейчас мы пойдем другое место исправим это друзья сейчас я вас привел на рынок который обнаружил сам рынок морепродуктов я очень люблю морепродукты поэтому это моя любимая часть данного влога будет скорее всего здесь я вижу лобстеров которых видел никогда не видел живую но видел в каких-то передачах фильмах здесь они находят наверное мы попробуем сегодня вот эти креветки вот здесь прямо напротив этом кафе я готовит мы закажем креветки попробуем но перед этим попробуем устрицы можно попробовать один очутку вот я даже не как это описать но по-моему это не мой был они плохо правда говоря но не кажется рис туда добавлен только лишь той с целью чтобы перебить ужасный вкус вот этой штуки давайте все таки пойдем вон в то кафе и попробуем более такого привычного нам один килограмм мы покупаем вы нам готовите одна рыба от него вот эта рыбка будет от него на кстати еще период написан голубая рыба барабулька окунь и вот уже нужно показать очень брата красиво азербайджан чётко никогда своей жизни не ел настолько свежие креветки лучше лучшие креветки которые я когда-либо ел реально очень вкусно рыбу нам все-таки принесли вот она по-моему у нас ее называют дорадо насколько я знаю у меня такая привычка все нюхать просто без слов я знал что здесь нам понравится это очень вкусно и завершим мы этот прекрасный гастрономический день традиционной пахлавой и зайдем вот сюда что действительно завоевала мое сердце так это кондитерская хафиз мустафа она известна во всем мире уже несколько веков если честно я согласен с мнением что здесь лучшая пахлава в мире правда ничего слаще я не ел обстановка в заведении тоже соответствующие затягивающей восточной атмосферой обслуживающий персонал шикарен и если вы здесь окажетесь то обязательно закажите афетит девран это космическое сладкое сочетание пахлавы с мороженым для разнообразия мы заказали еще два десерта и они также оказались очень вкусными классический турецкий чай и качественный десерт возможно лучшее что я когда-либо пробовал в стамбуле точно но было бы преступлением завершить этот выпуск не подарив вам возможность получить подарок из этого прекрасного места мы разыграем небольшой сувенир который подарим одному из подписчиков условия максимально простые вам просто нужно быть подписанным на канал до мамы и написать свой комментарий почему вы любите турцию и из-за чего она вам нравится в общем я выберу по своему мнению лучший комментарий и отправлю этот сувенир к вам домой от канала до мамы и в завершении я хочу и рекомендую вам приехать в эту страну история стамбула невероятно и она занимала значительную часть формирования того мира в котором мы живем да здесь есть некоторые минусы но где их в конце концов нет друзья горцы или кому как удобно путешествуйте ведь путешествуя вы знакомитесь не только с чужой культурой но и лучше узнаете себя до новых встреч